Мы отдали своей жизни Принцу Мира. Мы починили своей жизни Господу Господ. Мы слуги Царя. Мы отражаем красоту Лили и Долин. Мы стоим крепко в селе Льва из Карена и Удина. Мы живем в здоровье от великого врача. Наши нужды восполнены, потому что он наше изобилие. Мы знаем свою стезю, потому что у нас великий пастырь. Мы члены Царства Божьего, потому что нашли дверь. Мы праведны из-за его жертвы. Мы приняли истинную жизнь, потому что он воскрес. Его имя Иисус из Назарета. Христос наш Господь, наш Царь, и мы не остановимся. Рад снова быть с вами. Мы продолжаем изучение темы «Церковь в мире». Идея проста. Церковь в мире — это хорошо, а мир в церкви уже не очень. Я верю, что церковь — это идея Бога, и Бога радует. Здоровая, живая, растущая и эффективная церковь. Бог рад ни зданиям, ни динаминациям, ни архитектурным стилям или музыкальным вкусам, но мужчинам и женщинам, которые выбрали веру в Иисуса Христа из Назарета, приняли Его своим Господом и служат Ему как Царю. Это и есть церковь. Я не против здания, динаминации или доктрин, однако объединяющей силой церкви является Иисус. Все остальное имеет право быть, но центр всего — это Иисус. Перед тем, как перейти к уроку, я хочу рассказать об одной возможности. Последние несколько месяцев в нашем поместном собрании в церкви «Достижение мира» мы делали следующее. Брали наклейки «Иисус Господь» и клеили на бамперы своих машин или на стекло. Это было своего рода заявлением, что наше собрание верит, что Иисус из Назарета есть Господь. Мы никого не унижаем, ничего ни у кого не отбираем, мы просто признаем, что верим в Иисуса. Нам так понравилась эта идея, что я хочу поделиться ею с вами. Мы подарим и вам наклейку «Иисус Господь» для бампера вашей машины. Все, что нужно сделать — зайти на сайт, адрес на экране и нажать на кнопку «Иисус Господь». Когда система запросит пароль, напечатайте «Иисус». Если вы дадите нам свой адрес, мы бесплатно вышлем вам такую наклейку. Кто-то клеит ее на мотоцикл, кто-то на лодку, кто-то на свой грузовик. Больше всего мы хотим, чтобы в нашем окружении знали, что мы верим, Иисус есть Господь. Мы даже обнаружили, что это влияет на наше вождение и меняет некоторые привычки. Все-таки мы публично заявляем «Я принадлежу Иисусу». Это хорошее дело для церкви в мире — признавать, что мы верим в Иисуса. И вот простой способ сделать это. Мы бы хотели благословить вас. Найдите время, зайдите на сайт, и мы поможем вам. Помните, что пароль — это «Иисус». Урок будет весьма хорошим. У Бога кое-что для вас есть, так что наслаждайтесь. Хочу разумно воспользоваться оставшимся сегодня временем, которого и так немного. Мы подробно поговорим о нашем собрании. Бог призвал меня сюда служить, здесь мы вместе поклоняемся. Церковь по-разному может проявлять себя на местном уровне. Эти способы отражают многое. Они отражают личности тех, кто поклоняется, решения тех, кто поклоняется, предпочтения в стиле, вкусе, архитектуре, времени, формах поклонения. Все это имеет право быть, но это второстепенные или даже третьестепенные вещи. Я выскажу предложение. Если я или вы, или другой брат или сестра во Христе могут иметь два противоположных мнения, но все равно пойдут на небеса вместе, то давайте лучше укреплять нашу дружбу, а не искать повода бросить камень. Нам не обязательно читать один и тот же перевод или поклоняться в одно и то же время, не обязательно пить виноградный сок одного цвета в нашем собрании. И нет нужды спорить, ферментированный он или нет. Нет нужды скрещивать шпаги по поводу стиля музыки в церкви, иначе мы упустим возможность поучаствовать в Божьих целях. Я верю, что для этого места есть другие вещи, важные для Бога. Я стал частью этого собрания, когда здесь было меньше 40 человек. Я точно говорю, что Бог делал выдающиеся вещи. Сегодня нас больше 50, но я не верю, что все закончилось. Я верю, что мы можем увидеть, как церковь снова удвоится. Это не в прошлом, и мы сможем сделать это снова. Придется немного подвинуть часы собраний, но мы сможем это сделать, и это будет хорошо. Однако дело не в размере церкви. Мне не платят за это комиссионные. Я вообще только сегодня об этом подумал. Когда церковь началась, она, честно говоря, состояла из самых разрушенных людей. И у них не было большого выбора, где поклоняться Богу. Однако эта группа людей собиралась, чтобы славить Бога, и Он принес целостность в нашей жизни. Люди делились своими историями с друзьями, и тогда приходило еще несколько человек. Мы видели, как этот процесс повторялся многие годы, снова и снова. Бог не закончил менять жизни, и это дает мне надежду для нашей церкви. Это очень важно. Мы не были слишком умны в начале церкви, чтобы сказать, эти принципы сформируют наше собрание. Мы лишь делали простые для нас шаги, но, видя, что Бог делает все эти годы, мы сказали, это действительно происходит. Мы собираемся хранить эти принципы, чтобы они остались для тех, кто идет за нами. Мы многому научились и до сих пор многому учимся. Я хочу поделиться самыми основными идеями, потому что их число не будет уменьшаться. Дело не в размере церкви, дело в нашей эффективности. Мы не собираемся забывать об этих ценностях. Мы сказали, что церковь должна быть местом искупления, местом, где будет отражаться креативность, инноваторство нашего Бога. Церковь должна распространять Божье Царство, любить ближних, переживать Бога, а не просто говорить о Нем. Последний пункт говорил о том, что церковь должна быть местом искупления. Я не буду перечитывать все подробно. Если вы были в прошлый раз, можете послушать урок на сайте или взять диск. Уделите этому время. Писание очень важно. Церковь — это не собрание идеальных людей. Я вижу церковь скорее как госпиталь, место, где люди, осознавшие свою нужду восстановления и целостности, собираются вместе перед лицом всемогущего Бога, чтобы попросить Его о помощи. Это скорее госпиталь, а не музей, куда вы идете рассмотреть совершенные образцы за стеклом, так отличающиеся от вас. Это не зал славы, куда вы идете посмотреть отражение людей с такими изощренными навыками, что они совершали вещи настолько далекие от вас, и вы идете просто, чтобы отдать должное, хотите вы этого или нет. Я не вижу церковь как зал славы или музей. Мы больше похожи на госпиталь. Нам нужна помощь Бога. Это не оправдание небрежной жизни, кстати. Мы не свели все к двум заповедям. Кто-то говорит, церковь большая, потому что вы не говорите людям правду. Это неправда. Я обнаружил, что чем радикальнее говорить правду, тем больше людей к ней тянется. Ведь в наше время ее говорят так редко. Церковь для несовершенных людей. Если кто-то в вашем окружении пытается наладить свою жизнь, приводите его с собой. Мы сами так пришли, и мы в процессе. И это важно знать. Я хочу привести еще одну деталь, вторую в нашем списке сегодня. Это мысль о креативности и инновациях. Мне это нравится. Это так сильно отражает сердце и характер Бога. Наш Бог, он креативный. Он Бог новаторства. Не нужно изучать теологию, чтобы это увидеть. Бог творит уникально и каждую снежинку. Уникален даже каждый камень. Общаясь с людьми, Он делает это творчески и инновационно. Это наш Бог. Нам трудно, потому что мы люди рутины. Мы изобилуем рутиной. Это неплохо. Мы готовы принести коробку своей реальности и сказать, что Богу придется вместиться в эти рамки. Истины Бога вечны и неизменны. Но выражение этих истин очень меняется. Пожалуйста, откройте Исайю, 43 главу, 19 стих. Бог говорит пророкам. «Вот я делаю новое. Ныне же оно явится». «Неужели не хотите этого знать?» Ответ довольно типичен. «Нет, не хотим». Потом Он говорит, что собирается сделать. «Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне». Путей в степи нет, и рек в пустыне тоже. Потому-то это пустыня. Никто туда не ходит. Мы идем туда, где есть реки, где есть жизнь. Обновление и освежение. Бог говорит, «Я возьму степи и пустыни и сделаю их плодородными, потому что я креативен, я новатор, и я могу это сделать». Мы знаем, что это правда, потому что Бог берет пустыни наших жизней, степи, которые мы создали, и приносит в них жизнь. Это наш Бог. Я уверен, что какие-то события и обстоятельства в вашей жизни были безнадежны, но Бог принес надежду в эти пустыни. Это наш Бог. Одна из характеристик служения Иисуса, с которой все согласятся, Он исцелял людей. В 9 главе Иоанна есть одна из моих любимых историй об исцелении служения Иисуса. Он шел в Иерусалим с учениками, и по дороге они прошли мимо одного человека, который был слепым от рождения. Ученики задали Иисусу вопрос, почему тот родился слепым. Это из-за его греха или из-за греха родителей? Люблю религиозные вопросы. Знаете, церковь — это выражение Бога на земле, чтобы помогать людям. Не теряйте это из виду. Она не для того, чтобы оправдывать грех или защищать неправедность. Выбрав Бога, вы поднимаете уровень вашей жизни. Если вы читаете эту историю впервые, вам кажется, что ученики просто жестокие. Незадолго до этого они были в Иерихоне. Чтобы попасть в Иерусалим, нужно пройти Иерихон. Там на дороге сидел слепой и нищий и вопил, чтобы привлечь внимание Иисуса. Иисус спросил, «Чего ты хочешь?» Тот ответил, «Господи, хочу прозреть». Иисус сказал, «Хорошо, прозри». И тот увидел. Читая эту историю и находясь в Иерусалиме, вы наверняка подумаете, «Значит, кто-то еще тоже будет видеть». Но не ученики. Почему он был слепым? Кто согрешил? Иисус сказал, вопрос неправильный. Абсолютно неправильный вопрос. Написано, что он опустился на колени, плюнул на землю, сделал брение и помазал глаза слепому. Читаете это и думаете, что это нормально или ненормально. Ну, предположим, я скажу, что сегодня мы помолимся за больных. Кстати, мы сделаем это перед завершением. Сделаю так. Не знаю социального контекста первого века и лучше ли это, чем поступок Иисуса, затем он сказал человеку, «Иди умойся, но не куда-нибудь, а в купальню Силаам». Если вы не знаете географию Иерусалима, этот город был построен на холмах. Купальня Силаам находилась у подножия холмов. Это была самая низкая точка города. Иисус послал человека в трудный путь. Он не сказал кто-нибудь, «Дайте ему воды и смойте грязь с лица». Он сказал, «Иди». И человек пошел. Он с грязью на лице, непонятным образом решил сотрудничать с Иисусом. Библия говорит, что когда этот человек смыл грязь с лица в купальне Силаам, он смог видеть. На самом деле написано, он пришел домой зрячим. Какой дар преуменьшения. Этот человек ходил по улицам Иерусалима тысячи раз. Он мог ориентироваться в городе буквально вслепую. Он знал топографию, географию города на ощупь. Он знал людей по тону их голоса, а их прилавки по ароматам, которые источали их товары. Сказано, что в тот день он вернулся домой зрячим. Я думаю, что он потряс город до глубины души. Проходя мимо каждого знакомого голоса, он смотрел на лицо. Я предполагаю, что в городе слышались возгласы восторга, либо вопли ужаса. Он видел лица людей, которых слышал только по радио. Это вызвало большое волнение среди религиозных лидеров. Человека привели к ним и спросили, «Что с тобой случилось? Ты не тот, кто родился слепым. Кто-то говорил, что это он, кто-то говорил нет. Сам он говорил, что это он». Поэтому решили привести родителей, а родители только добавили сумятицы, сказав, «Это наш ребенок, он был рожден слепым, а теперь, судя по всему, видит, как не знаем». Лидеры спросили, «Скажи еще раз, что с тобой случилось?» «Не знаю, я видел человека, который меня исцелил». Большая драма. В конце концов, ему приказали замолчать. Написано, что Иисус нашел его тайна. Я приведу всего один стих из Иоанна 9 главы. «От века неслыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному». В тот день Иисус потряс город. Маленькое событие с человеком. Странный разговор. Многое из того, что делал Иисус, вписывалось в традиции. Он поклонялся в храме, учил в храме, ходил в синагогу, читал там Писание, хранил религиозные правила, почитал религиозные праздники. Но когда проявлялась сила Бога, это уже не вписывалось в их коробочки и коридоры. Я не верю, что в нашем поколении было бы по-другому. Пригласим Бога быть больше наших традиций. Мы хотим пригласить Его, чтобы восстановиться, освободиться, открыть слепые глаза. Наш Бог это может. Но начинается все в сердцах Его народа, который говорит, «Мы верим, что наш Бог благ». Он творец, Он Бог новатор. Ценя традиции и ритуалы. Мы должны дать место Богу. Инновации в церкви — это не то же самое, что инновации в мире технологий. Но у нас не действует. 90-дневный цикл устаревания, слава Богу. Истина Его вне времени. Но системы доставки и упаковки не вечны. Инновации и адаптация в церкви определенно важны для светских арен. Говоря о церкви в общем, она отстает от культуры на лет эдак 20. Мы более-менее идем в ногу. 20 лет назад по всей стране строили религиозные торговые центры. Говорили, что люди будут преодолевать расстояния, чтобы попасть в эти центры. Это были центры торговли, еды и развлечения. Они стали выражением более смелых и широких идей, чем раньше. И они повсюду процветали. 20 лет спустя по всей стране появились религиозные церкви. Раньше мы ездили в церковь по соседству или шли туда пешком, за покупками ходили на площадь и в маленькие магазинчики. Теперь мы ездим в магазин, и многие ездят в церковь. Многие едут целый час в одну сторону, чтобы поклониться Богу. 20-30 лет назад это было бы безумием. Мы ездим на работу, ездим в магазины, ездим поклониться Богу. Это не хорошо и не плохо. Это отражение мира, где мы живем. Не думаю, что это хорошо. Ну что ж, все же многие так делают. Едут на работу, едут в магазины, едут поклониться. Не сердитесь на них. Я никогда так не... Я вас понял, понял. Телевидение. Вот оно. Несколько лет назад мы решили собираться по выходным и делиться мыслями о телевидении. Нам было неловко и неудобно. Зато родилась идея рассказать о местной церкви по телевидению. Мы отправили запрос на местный канал в Теннесси. Однако они сказали, что не могут дать разрешение, пока Нью-Йорк не подпишет согласие. Ответа «хорошо» больше не было. Только если Нью-Йорк подпишет. Сегодня появляется еще больше средств массовой информации. Я думаю, их будет еще больше. И это хорошая новость. Церковь на земле — это хорошо. Мы практикуем евангелизм. Когда церковь только начиналась, мы стучали в двери к незнакомцам со словами «Мы хотим рассказать вам об Иисусе». Он изменил наши жизни. Мы стучали, пока дверь не открывалась, и рассказывали. Однажды кто-то даже спустил на нас собаку. Но сегодня я бы не рекомендовал стучаться в двери к незнакомцам как основной способ рассказать об Иисусе. Помню, как в одно воскресенье мы все пришли в церковь, и в тот день не было проповеди. Мы погрузились в автобусы и рассказывали всей округе об Иисусе. Точнее, мы не грузились в автобусы. Это был один автобус. Мы все туда помещались. Я бы не рекомендовал сегодня делать так. Мы делаем другие вещи, чтобы рассказать об Иисусе. На Рождество мы готовим подарки для обычных посетителей торговых центров. Мы обнаружили, что множество людей ездят за покупками в Рождество. Ха, кто бы мог подумать. Мы тоже пошли в такой центр, не для того, чтобы что-то попросить или призвать, но послужить им. Мы приготовили подарки и бесплатно раздавали их там. Это их изумляло. Один из этих людей сегодня в церкви. Он чаще всего служит вам по выходным. Он рассказал, что, увидев нас в тот день в центре, сказал своей жене, «Не смотри на них. Не смотри им в глаза. Они тебя завлекут». Следующее воскресенье начинается специальная серия на три недели. Мы расскажем историю об Иисусе максимально просто, но завернем ее не в совсем традиционную обложку. Это будут кексики, торты, печенье и другие угощения, которые вполне типичны в церкви. Это будет не для вас, но мы не против, если вы присоединитесь. Но вы уже приняли решение в пользу Бога. Я буду убеждать не вас. Мы прилагаем все усилия, чтобы спланировать это событие, потому что верим, что у вас есть знакомые, которые задумываются о Боге. Мы хотим, чтобы вы пригласили их куда-нибудь так, чтобы они ничего не поняли. Мы не зовем их в церковь послушать проповедь или музыку. Мы позовем их туда, где они могут посмеяться, где понравится их детям. Мы просто поделимся с ними своими мыслями. Потом я решил, что церковь будет после. Это необычный способ, это звучит как безумие. Однако мы и так проводим пять служений. Два вечера в субботу, два в субботу утром, одно вечером воскресенье. Это много для церкви выходные. Некоторых людей это выматывает. Зачем так делать? Пять служений — это неблагочестиво, это неестественно. Если несколько лет назад вы захотели бы пойти в кино, а это было не так давно, вы бы поехали или пошли пешком в местный кинотеатр. Там был один экран. Если вы шли пешком, это было просто, но если ехали, было трудно припарковаться. Если вы хотели посмотреть кино, вы шли и смотрели его. Если не хотели, был второй вариант. Вы могли поехать в кинотеатр, который подальше, и узнать, показывают ли там что-то другое или нет. Если вас не устраивал ни один вариант, вы шли домой. Сеансы тогда шли в 7 и 9 часов. В субботу это были два единственных варианта. Если сегодня вы захотите в кино, там будет 10, 16 или 30 экранов. Сеансы идут весь день и начинаются каждые 15 минут. Уже совсем не странно. Если мама идет смотреть одно кино, дочка — другое, а папа — третье. Потом они собираются в машине и уезжают. Если вы не хотите смотреть эти кино, вы едете в другой мультиплекс и получаете другой набор на выбор. Может быть, вас устраивает еще один вариант. Вместо кинотеатра вы едете домой и по пути заезжаете в магазин и покупаете диск. В каждом подобном магазине есть около 700 дисков на выбор. Если вы более продвинуты, вы идете домой, включаете телевизор, и он по вашему запросу дает на выбор сотни, если не тысячи фильмов. Вы можете выбрать, какой посмотреть и когда. Можно загрузить один из них на мобильное устройство и взять с собой, чтобы посмотреть его где угодно, когда угодно. Если ТВ не найдет ничего интересного, вы можете использовать Netflix или множество других ресурсов в интернете, потоковое ТВ, к примеру, технологические системы доставки. Вы можете смотреть, что хотите, когда хотите и где хотите. И вот перед вами мир церкви. Мы знаем истину. Бог приходит в церковь в 11 часов утра воскресенья, или, по крайней мере, это прайм-тайм для Бога. Если Бог приходит в другое время, Он, наверное, проспал или ворчит, что у нас неудобный график. В начале церкви у нас было единственное служение воскресенья утром. Увидев однажды, что даже места для детей заполнены, я понял, что нужно новое служение. Многие протестовали, мы не сможем так сделать. Мы не можем сделать еще одно служение, потому что я приду на одно служение, и там не будет всей церкви. Кто-то придет в церковь, а я не увижу, что он был в церкви. Или кто-то не придет в церковь, а я даже не узнаю, что он не пришел в церковь. Это неправильно, и мы не можем так сделать. В конце концов, я же хранитель церкви. Мы думали над этим, и вскоре детские места были заняты даже на втором собрании в воскресенье. Что же делать? Мы можем сделать собрание в субботу вечером. Идея не прошла. Люди говорили, пастор, ты запутался. Ты не понимаешь, это же юг. Ой, правда? Южные жители не ходят в церковь в субботу вечером. Вечер субботы не для Бога. Бог приходит в церковь утром в воскресенье. Только язычники встречаются в субботу вечером. Вы говорите о церкви после заката. Это неправильно. Мы не дожидаемся темноты и собираемся большими группами. Это неблагочестиво. Если бы мы жили в Англии, это, возможно, удалось бы. Но это же юг. Здесь это не сработает. Ты потерпишь крах, и будет очень обидно. Вы, наверное, поверите, потому что вы здесь, воскресное утро в 11 часов. Скажу вам кое-что. Тысячи людей приходят в церковь в субботу вечером, и им нравится. Если мы отменим собрание субботним вечером, они, наверное, уйдут из церкви. Время служения им нравится больше, чем нравимся мы. Я согласен проводить собрание даже днем во вторник, если люди придут. Это не странное выражение креативности инноваций. Это признание целого набора слабостей, которые нужно понимать и защищать. Если мы хотим видеть проявление Иисуса Христа на земле, нужно открыть сердца креативности и инновациям всемогущего Бога. Суть этого не новая ради нового, но ради преображения жизни людей, ради переживания Бога, способов невероятное множество. Пару лет назад мы хотели вывести церковь из церкви, начали создавать распорядок, видео, планы изучения. Мы говорили людям, «Открывайте свои дома и делитесь историями об Иисусе. Мы дадим вам инструменты, которым можно доверять. Пусть это будут люди, с которыми вам комфортно. Пригласите своих друзей, а мы дадим вам ресурсы. Откройте свой дом и в течение часа поделитесь учением, Библией, расскажите об Иисусе. Тысячи людей в Среднем Теннесси сделали это, открыли свои дома и умножили тысячи людей, участвующих в этом». Кто-то говорил, «Вы не можете так делать». Вы что, привлекаете людей, которые не проходили стажировку в 62 недели? Они не учились в семинарии? Они учат неправде. Кто-то чувствует себя обманутым? Мы считаем, что церковь вне церкви, действующая как церковь, — это правильно. Это просто. Мы направляем вас использовать свою жизнь. Это важно. Церковь в мире — это хорошее дело. Молюсь, чтобы этот урок имел для вас смысл сегодня. Идея так важна. Осознайте реальность, что церковь — это я и вы. Это ни здание, ни доктрина, ни перевод. Ваше выражение веры и мое выражение веры — это выражение веры, которое увидит большинство людей в мире. Бог призвал вас и уникально вас экипировал. Мы хотим поделиться с вами. Многим из нас в Мёрфисборо было интересно это делать. Последние несколько месяцев мы клеили стикеры «Иисус Господь» на бамперы своих машин, на ветровое стекло и повсюду. Мы делились десятками тысяч стикеров по всей округе. Хочу дать вам возможность заявить в своем окружении, что Иисус — Господь вашей жизни. Мы отправим вам стикер для бампера вашей машины. Зайдите на сайт, его адрес на экране и нажмите на кнопку. Сайт запросит пароль. Пароль — это Иисус. Иисус — это пароль наших жизней. И пароль для того, чтобы получить стикер для бампера вашей машины. Напишите свой адрес, и мы отправим вам стикер. Я хочу ободрить вас, иметь желание, веру и смелость, чтобы все узнали, что Иисус — Господь в вашей жизни. Я хочу помолиться за вас. Отец, спасибо за каждого человека, за великую привилегию встать и признать Иисуса своим Господом. Я молюсь за каждого человека, который не только разделит с нами эту смелость, но чтобы ты ответил на каждую нашу нужду, чтобы дал нам свою надежду, свое здоровье нашим силам, свой мир в наши разумы, свою силу нашим жизням. Мы доверяем, что ты привнесешь в нас перемены. Да благословит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok